Наш эфир продолжается и у нас сегодня в гостях И у нас сегодня в гостях вице-президент российской гильдии пекарей и кондитеров Лякишева Ирина Николаевна Доброе утро Доброе утро Приехали вы к нам в Крым не просто так С 25 по 26 июня пройдет первый черноморский форум по хлебопечению Само название мероприятия настолько интересное и сурит что-то приятное и вкусное В принципе сейчас мы поговорим обо всем по порядку В первую очередь для чего этот форум? С какой целью он будет проходить? Доброе утро коллеги Этот форум действительно в Крыму проходит впервые Но на самом деле это системный проект российской гильдии пекарей и кондитеров И он проводится во всех регионах России И мы прекрасно с вами понимаем что хлеб это стратегический продукт Это тот продукт который 8 тысяч лет подряд мы кушаем Это основа питания И это продукт он вне политики Это то что объединяет всех людей Учитывая что в Крыму огромное количество национальности Такой большой колорит Хорошие традиции Мы считаем что этот праздник станет системным Настоящим праздником для всех крымчан и гостей Крыма Более того он будет популяризировать профессию пекарь Насколько данного известно? Он будет популяризировать профессию пекаря Он сделает эту профессию престижной Потому что из года в год мы будем набирать обороты И поэтому здесь участвует огромное количество людей И органы власти законодательной и исполнительной И представители бизнес-сообщества Пекари, кондитеры, мукамулы И конечно же наука, общественность, СМИ То есть это праздник для всех Потому что все мы ходим вокруг хлеба Это самое главное что есть у нас на столе Давайте поговорим о мероприятиях Которые запланированы в рамках форума Мы знаем что их немало Очень насыщенная плотная программа Все будет проходить в Ялте Если коротко и в общем Это будут какие-то мастер-классы Что это будет? Это будет проходить в Ялте Интуриз 25-26 июня И конечно мы начнем с того Что это будет дегустация прекрасных изделий Как крымчан, так и производителей Российской Федерации в целом Конечно это будет хорошая выставка Где мы представим Не только хлебобулочные изделия Кондитерские изделия Это будут шоколадные изделия Это все смежные отрасли Которые находятся рядом с хлебопечением Представят свою продукцию Конечно это будет пленарное заседание И мы начнем это в хороших национальных традициях Далее это будут разные мастер-классы И от колледжа экономико-технологического И от крупнейшей компании Конфаэль Где наши дети попробуют конфеты Ручной работы Это и Липуринтуку Финская компания Которая привезет ржаные хлеба И мы будем говорить о здоровых хлебах Конечно это будут огромное количество круглых столов И работа с контрольно-надзорными органами Опыт внедрения ХАСП Международной сертификации в хлебопечении Это и инновации Они сегодня очень важны для нашего производителя Вообще мы поговорим о современном состоянии хлебопечения в Крыму И много других вопросов Которые сегодня волнуют наших пекарей Мы очень хотим, чтобы когда закончилось это мероприятие Мы все понимали, что мы вынесли очень полезное и важное, ценное Хлеб нужно делать своими руками Хлеб нужно делать с душой И сегодня это нужно делать по-новому Инновационно Чтобы все понимали, что это крымский хлеб Это чудесный хлеб Это тот хлеб, который конкурент и способен сегодня на мировом рынке А пекарь, это профессия, это призвание Пекарем не становятся, пекарем рождаются Я вот вас слушаю и понимаю, что вы к своему делу относитесь очень трепетно И поэтому возникает такой вопрос Мировая практика такова, что сегодня хорошие пекарни, большие пекарни Они работают в течение многих лет И 150 лет, и 200 лет, и 300 лет Мы прекрасно знаем, что когда английская королева дает один раз в год прием Для бизнес-сообщества и таких великих людей То впереди всех идет президент гильдии пекарей-кондитеров со своими хлебами То есть это говорит о том, что является главным Поэтому, конечно, у вас очень такой каверзный вопрос Но вместе с тем нужно отметить, что, конечно, нужно этому учиться всю жизнь То есть пекарь – это профессия самая настоящая И обмануть хлеб и покупателя, которому ты продаешь хлеб, просто невозможно Это нужно любить до безумия То есть то, что ты делаешь своими руками Нужно дышать хлебом А я вот еще читала, что люди, которые занимаются хлебопечением Они более, скажем, душевные, добрые Потому что они работают с тестом Вот правда это есть такое? Или это уже... Сегодня известно, что в Российской Федерации 80% хлебопечением занимаются женщины Мужчина, понятно, это добытчик у него, свой функционал А женщина – это, скажем так, та фигура Тот тыл, та крепость и те ценности, которые будут всегда в мире Поэтому, когда женщина соприкасается с хлебом Естественно, она должна это делать с настроением, с любовью Поэтому вот мы всегда чувствуем, этот хлеб хорошо испечен или нет Это настроение Ну и, естественно, большой профессионализм Это безусловно Вы сказали об инновациях, о том, что мы хотим, чтобы крымский хлеб узнавали Есть такое понятие, что хлеб отличается в разных регионах? Вот вы как человек, который наверняка путешествовал по всей России Хлеб, он везде разный на вкус? Какой хлеб в Крыму? Пробили ли вы уже наш хлеб? В начале нашего интервью я сказала, что Российская гильдия пекарей-кондитеров Проводит различного рода форумы, праздники, тренинги, семинары По всей Российской Федерации И в этом году это было в Москве, в Московской области В Екатеринбурге, в Саратове, в Ставрополе Сейчас это здесь, в Крыму Дальше это будет Орел Дальше будет опять Ставрополь То есть география, Барнаул Это огромная география И мы прекрасно понимаем, что если это на севере То это, конечно, ржаные, темные сорта хлеба Если это юг, то, конечно, это белые сорта Ну и потом ясно и понятно Что, допустим, национальный колорит Крыма Он очень важен и он вносит свою лепту Когда мы сегодня готовили разные акции Они в ресторанах, в пекарнях будут Мы видели, что крымские чебурики, они удивительные Болгары по-своему пекут хлеб Потому что на 26-го на Ялтинской набережной Будет большой праздник Это будет огромный концерт Я сейчас условно произнесу Это будут болгарские песни, греческие танцы Татарские стихи и так далее И вместе с тем все тоже будут показывать свою разную выпечку Я считаю, что это прекрасное мероприятие Яркое событие И оно станет традиционным и любимым для всех Мы в этом уверены и даже не сомневаемся Последнее у нас уже закончилось время Только да или нет Принять участие в форуме хлебопекарей может каждый Потому что вы так вкусно рассказали о нем Двери открыты для всех Вот Это то, что мы хотели услышать Спасибо вам огромное Мы желаем вам доброго утра Спасибо, что вы к нам пришли И зарядили нас своей теплотой и позитивом Спасибо и удачи вам Спасибо Ну а мы продолжаем После небольшой паузы вернемся